В этом году в Пущине выпускаются пять классов. Более сотни человек, более сотни новых дорог судеб. Гимназию Пущина покинут два класса. Один из них – 11-й А. Классный руководитель ребят Юлия Наимова. Это, знаете, такой крепкий, теплый, дружный организм какой-то, да? Очень естественный, трудолюбивый. И, знаете, иногда они у меня ассоциируются с такими пчелками, дружениками. Вроде как веселенькие, яркие такие, да? Но, с другой стороны, очень любят работать. Может быть, не любят, но работают все равно. В 11-м А. 20 таких пчелок. Часть класса Юлия Наимова ввела со средней школы, а в старший в коллектив пришли новые ребята. Как говорит их классный руководитель, никаких проблем с объединением не было. Ученики общались между собой и раньше, посещали множество мероприятий вместе. Юлия Наимова отмечает, что такая сплоченность – результат искренности в общении и взаимовыручке. Они очень добрые, они очень сопереживающие, они очень верные и надежные. Если они дали какое-то обещание, они его выполняют обязательно. Они готовы друг другу подставить плечо. За эти два года, 10-й и 11-й класс, я поняла, что они готовы не просто друг другу плечо подставить, а готовы меня поддержать во всем. Классный руководитель 11-го А с гордостью подчеркивает, что успеваемость ребят высокая. По итогам года пять человек могут стать отличниками, большая часть останется хорошистами и крайне мало тех, у кого в аттестат закралась тройка. Еще один выпускник гимназии – гуманитарный 11-й Б. Классный руководитель Елена Нарышкина. Класс. Это интересные ребята, это группа, это коллектив. Могу сказать то, что здесь учатся очень добрые, откровенные и, наверное, самое главное, прямолинейные ребята. Могу сказать то, что их очень балуют родители, уважают, очень ценят друзья. Эти дети непосредственно, наверное, могу сказать. Они открыты миру, они способны только на искренние чувства. Здесь и певцы, и музыканты, и художники, и спортсмены, говорит Елена Нарышкина. Она считает, что основной принцип ее класса – меньше слов, больше дела. Елена Николаевна рассказывает, что формирование нового 10-го класса было сложным, ученики привыкали друг к другу и к ней. Однако сейчас 20 ребят из 11-го Б выбрали новую тактику – один за всех и все за одного. На высоком уровне у выпускников не только взаимоподдержка, но и учеба. Елена Нарышкина говорит, что все ребята заканчивают год хорошо. По ее словам, аттестата с отличием получат 5 человек. Из школы номер 3 тоже выпускаются два класса. Один из них – 11-й А. Классный руководитель Светлана Самсонова. Светлана Самсонова отмечает, что все 20 учеников 11-го А постоянно познают новое. Она рассказывает, что в пятом классе к ней пришли воспитанные и умные дети, которые в будущем стали ей родными. Мы сразу поняли друг друга и нашли общий язык, говорит Светлана Владимировна. У моего класса есть такие качества, как сплоченность, решительность, отзывчивость. Очень жизнерадостный класс, трудолюбивый класс, решительный. В классе Светланы Владимировны три ученицы претендуют на золотую медаль. Еще одни выпускники школы номер 3 находятся под руководством Елены Охапкиной. У ее класса 11-го Б – информационно-математический профиль. Я говорю, что это мои дети, не потому что я там как-то пытаюсь с пафосом, с каким-то, а просто привыкаешь за много лет. И когда ты пытаешься и стараешься помочь, вот ребят ведь видно, когда трудно, когда какие-то сложности, когда они начинают переживать. Поэтому, когда ты с ними вот так достаточно открыт, ругаешь, значит, там, за дело ребята, они не обижаются. Елена Михайловна говорит, что все 22 ученика стали для нее родными. Она рассказывает, что серьезных конфликтов в классе не было, потому что у ребят хорошее отношение между собой. Есть часть ребят, которые обладают целеустремленностью, такой сильной волей, ответственностью, я бы даже сказала, такой гиперответственностью, трудолюбием замечательным. Есть ребята, у которых так много еще отношения легкого к жизни, они оптимисты по натуре. Как рассказывает Елена Ахапкина, в ее классе есть и закрытые для общения дети. Но и в них она отмечает только хорошие качества – серьезность, спокойствие и ответственность. В 11-м Б одна претендентка на золотую медаль, а большая часть класса учится на 4,5. В школе номер один выпускается 25 ребят. Все они 11-й А. Их классный руководитель Нина Савина. Она рассказала, с чем у нее ассоциируется класс. С доверием и дружбой. Удивительные дети, конечно, потому что за два года, что мы общаемся в старшей школе, они соединились, сплотились. И сейчас, конечно, нам не хватает живого общения. Нина Савина считает, что ребята из ее класса обладают готовностью мгновенно собраться, чтобы совместными усилиями совершить любое дело. Они мобильны и быстры на подъем. В своих учениках Нине Васильевне нравится умение сохранять свою индивидуальность даже во время командной работы. Они мне нужны, просто и искренне говорит классный руководитель. Нина Савина рассказывает, что ученики поддерживают ее, придают смысл существованию. «Я писала общую характеристику класса часов в 8, наверное», – рассказывает Нина Васильевна. Ребята накопили множество достижений. Нина Васильевна отмечает, что она уважает своих учеников за их уже профессиональные умения в разных сферах. Но и обучение в школе у 11-го А на высоком уровне. Один выпускник идет на золотую медаль, а половина класса получает 4,5. Мы сегодня 11-й А. Мы. Это здорово. В котором есть я, плюс я, плюс я, и всего 25 плюс я. И мне очень важно и по сию минуту, чтобы мои дети шли спокойно и уверенно по этой жизни. Чтобы они не терялись в никаких ситуациях, чтобы они могли смотреть на горизонт и видеть этот горизонт, не замыкаясь, не пугаясь этой жизни. Класс – это совокупность характеров и судеб. Каждый ученик, словно художник, оставляет свой штрих на общем холсте. А классные руководители, как реставраторы, закрашивают трещины, сохраняют целостность картины. Каждый из них обратился к своим родным художникам, чтобы поддержать их в написании новой работы взрослой жизни. Ну, я могу сказать, дорогие ребята, что вы самые лучшие. Это вот безусловно, совершенно. Поэтому спасибо вам большое, ребята, за то, что мы с вами были эти два года вместе. Ну, и успехов вам больших, огромнейших просто, чтобы мы о вас еще узнали в будущем. Чтобы я гордилась, а вот это вот были мои ребята. Я желаю от всей души достойно пройти им это испытание. Надо собраться, надо преодолеть волнение, надо, в конце концов, идти уверенно к цели. Поэтому я думаю, что у них все получится. Они мечтали получить 90+. Поэтому я желаю им от всей души, чтобы они получили вот этот большой балл. Дорогие мои ребята, мой любимый 11А. Мне очень грустно, что мы с вами расстаемся, но вы всегда знаете и не забывайте о том, что я в любое время дня, в любое время суток всегда вас жду и всегда готова вам помочь. И я надеюсь, что это не последняя наша встреча, что ребята все время будут приходить в школу, как в родной дом. Хотелось бы, конечно, отдавать всем, и детям, и родителям крепкого здоровья, оптимизма. Ну и, конечно же, самое главное сейчас, чтобы народ, вот, работал, ребятки, работали изо всех сил. Потому что конкуренция будет сложная, непростая, да, пересдавать нельзя, будет уже ничего, если ЕГЭ плохо сдадут. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы сдались все, конечно, на пять. Привет, ребята! Все будет хорошо. Продолжаем все верить в себя и продолжаем верить в общий смысл бытия, вот так вот, в осмысленной жизни. Через трудности к звездам запомнили, вспомним. Выпускники совсем скоро уйдут из школы, начнут преодолевать новые трудности и гордиться новыми победами. А классные руководители будут помнить своих 11-классников и ждать встречи с уже позрослевшими ребятами. Ксения Франзин, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВ «Спущено».